Простые эфиры, фемия вещества, которые входят в состав растворителей, очищающих поверхности от трудновыводимых пятен. Мы занимаемся тем же самым, только в области гуманитарной. Это проект Простые эфиры. Здравствуйте. Журналист Владимир Познер в дискуссионной программе «12-я сцена» в очередной раз высказал мысль, что принятие православия князем Владимиром в 988 году является, с его точки зрения, одной из величайших трагедий для России. Этот тезис совершенно не новый в репертуаре телевизионного мэтра. Он его уже высказывал ранее. Так, например, в 2019 году в интервью журналу «Шарами» он заявил, что в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических лучше, чем в православных. По его мнению, на развитие страны во многом влияет ее религия. А в случае с Россией из-за православия такого развития, мол, не произошло. На самом деле, данную мысль в свое время высказывала и Валерия Ильинична Новодворская. Ею же бравировал и Александр Глебович Невзоров. Так что среди либералов и атеистов это довольно часто встречающийся лейтмотив. Но впервые в истории мысль о связи религии с уровнем жизни ее носителей первым высказал немецкий социолог Макс Вебер. Но даже его утверждение не было безупречным. Немецкий социолог-юрист Макс Вебер в 1905 году публикует свое знаменитое эссе «Протестантская этика и дух капитализма». В нем он сравнивает католические и протестантские регионы современной ему Германии и, согласно статистике, заключает, что в его стране держатели больших капиталов это преимущественно протестанты. Данный факт Вебер объясняет особенностью протестантского мировоззрения. По его мнению, католическая вера из-за свойственного ей аскетизма отчуждает человека от земных благ, тогда как протестантизм, напротив, рождает пресловутый дух капитализма, который и приводит народ, а также отдельно взятого человека к достатку. Получается, что Владимир Познер как бы достраивает эту модель Макса Вебера, включая в нее православие и те страны, которые традиционно его исповедуют. И выходит, вроде как, стройная система. Сегодня самые богатые страны в Европе – это действительно страны протестантские, такие как Дания, Швеция, Норвегия, Великобритания. Католические же Испания, Италия, Польша, Венгрия занимают второе место по уровню экономического и демократического развития. Ну а страны, население которых исповедует православие, такие как Россия, Грузия, Греция, Румыния, Болгария, Сербия и так далее, это страны наименьшего экономического и, по мнению Владимира Познера, демократического развития. Ну и виновата в этом, конечно, православие. Мол, не ту веру выбрали товарищи. Ничего не скажешь. Смелый тезис. Однако, не все так однозначно. Еще при жизни Вебера его друг Йозеф Шумпетер, известный историк и экономист, вскрыл противоречия этой модели. Он показал, что становление капитализма, которое способствует подъему экономики, началось не в период реформации в 16 веке, а за два столетия до этого, в 14 веке в Италии. Именно тогда Милан, Венеция и Флоренция, по мнению Шумпетера, создавали все условия для развития ранних форм капиталистических отношений. И это действительно так. Но дело все в том, что в то время это были регионы, заселенные выходцами из православной Византии. Таким образом, экономический подъем в Европе был заложен не протестантами, как полагал Вебер, а православными предпринимателями восточного побережья Италии. Получается, что их православная вера никак не мешала им быть рачительными хозяевами и успешными предпринимателями. Указав на исторические просчеты теории Вебера, Шумпетер также подверг сомнению и сам тезис о том, что протестантская этика якобы обладает каким-то особенным качеством, которое влияет на развитие капитализма. Он оказывал на то, что различные протестантские страны, исповедуя одну и ту же веру, по-разному развивались в плане экономики и благосостояния. Например, протестантская Шотландия не получила столь эффективного экономического развития, как та же протестантская Англия, хотя вроде бы соседи. Более того, были католические страны, которые развивались быстрее и успешнее протестантских. Например, коммерческим центром Европы в 16 веке был католический Антверпен. А в 19 веке процесс индустриализации в католической Бельгии прошел значительно раньше и успешнее, чем в кальвинистических Нидерландах. Да и сегодня такие протестантские страны, как Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Зимбабве, Южноафриканская республика, где более 70% населения протестанты, не показывают жизнеспособность этого тезиса. Их экономика далека от совершенства. Другой современник Вебера, историк Генрих Гроссман, также наглядно доказывал в своих трудах, что экономический подъем в развитых странах не имеет никакого отношения к их вере. Ну, по крайней мере, прямого отношения. Гроссман видел в этом процессе совсем иные факторы. Он, например, указывал на суровую дискриминацию по имущественному цензу, которая происходила в Англии. Или вспоминал знаменитые кровавые законы по отнятию общинных земель, которые заставляли вольных людей становиться вольно-наемными рабочими на крупных фабриках Европы. Кроме того, по мнению Гроссмана, в самом протестантизме, по крайней мере, в его ранних классических формах, нет никаких предпосылок для пресловутого прогресса или научной революции. Дух борьбы с прогрессом, с наукой, со светской культурой даже, был свойственен и американским пуританам, и английским квакерам, и голландским гёзам. Достаточно вспомнить, какую этику исповедовали, к примеру, Кальвин, Форель или Меланхтон. Или что они устроили в этой несчастной Женеве, когда за пение светской музыки жителям грозил костер. Вебер. Какой там капитализм и демократия? Это был жесточайший аскетический концлагерь. Так что успех некоторых протестантских стран, скорее всего, был связан с целым рядом совершенно иных факторов. С географическим, историческим, культурным, политическим, даже военным. Как, например, в Швейцарии, которая 600 лет не знает войны. И при чём тут протестантизм? Почему же у Вебера получилась такая стройная вроде как модель, что даже на её основе до сих пор строят очередные мифы о народах? Виной всему методологическая ошибка. В своей историософии Вебер просто использовал весьма узкие репрезентативные примеры. Выборку по странам и регионам, которая хорошо укладывалась в его стереотип. Иные же примеры он просто игнорировал. Более того, сама эта выборка, эти примеры Вебера, это весьма краткосрочная историческая перспектива. В его годы положение ряда европейских стран очень сильно отличалось от того экономического и политического состояния, которое было, например, в том же 988 году, когда князь Владимир принимал православие из Византии. Византийская империя конца 10 века – это была самая мощная экономическая, культурная и военная держава мира. Её внешний и внутренний успех был подорван сначала крестовыми походами, а затем османским завоеванием. Но на протяжении тысячи лет не было страны, равной ей помочь. Более того, в то время, когда Вебер создавал свою теорию, жива была ещё и Российская империя. Вебер никак не рассматривал её место вот в своей схеме, так как его дискуссия касалась исключительно католических и протестантских стран. Но тем не менее, исповедующая православие Россия времён Вебера была одной из самых быстро развивающихся экономик мира. Прирост населения России составлял 2,5 миллиона человек в год. За время правления Николая II население страны выросло более чем на 50 миллионов человек. В 1906 году Дмитрий Иванович Менделеев рассчитал, что при таких темпах роста население России к 2000 году должно составлять порядка 600 миллионов человек. И ещё немаловажный факт. В Российской империи 60% земель принадлежало крестьянским общинам, а за Уралом и в Сибири им принадлежала вся земля. А знаете, сколько в то же самое время принадлежало земли крестьянам протестантской Англии? Ноль процентов. Вся территория была под властью английских помещиков и лендлордов. Мы также можем вспомнить экономическую ситуацию в России времён Вебера. С 1911 по 1914 годы капитал российских предприятий увеличился вдвое, потому что процентная ставка Госбанка никогда не превышала 5%, что способствовало производственному росту в стране. А налоги были в 4 раза меньше, чем в той же Англии. Россия была на первом месте в мире по производству зерновых. За 10 лет до катастрофы 1917 года добыча каменного угля и меди в России увеличились в 5 раз. Выплавка чугуна в четверо, производство тканей в два раза. За время правления Николая II госбюджет вырос в 5,5 раз, а золотой запас в 4 раза. Рубль был, как сегодня, вот тогда, как сегодня евро. Это была надёжная мировая валюта, обеспеченная золотом. В интеллектуальном и научном плане православная Россия также не чувствовала себя отсталой. Российская наука открыла периодическую таблицу, изобрела лампу накаливания, электросварку, самолёт, радио, скафандр, противогаз, парашют, сейсмограф. Страна покрылась сетью железных дорог. А как же жили в России рабочие? По-разному жили, как и во всём мире. В зависимости от мощности заводского производства. Ну, например, рабочие Путиловского завода в Петрограде получали зарплату, сопоставимую с рабочими на фабриках Парижа или на заводах Берлина. И в отличие от последних, около 50% российских рабочих жило в собственном жилье. Говорят, как-то в 70-е годы председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин, отец которого при царе был рабочим, вспоминал, «Мы жили в трёхкомнатной собственной квартире. Мама не работала, а каждое воскресенье мы ходили в театр». Согласитесь, тоже интересная зарисовка, о которой было принято умалчивать в официальных речах партийных деятелей советского периода. Забывают об этом и сегодня наши критики. А вот тоже интересный показатель. К 1913 году в России было построено 130 тысяч школ. Были созданы первые родильные дома, женские консультации, детские сады, молочные кухни, станции скорой помощи, участковые врачи и даже больничные листы. А вы знаете, что 90% населения страны тогда бесплатно пользовались лекарствами? Даже Хрущёв в своё время как-то говорил, что когда для революции он был слесарем на шахте, тоже лучше, чем когда был вторым секретарём Украинского обкома партии. В 1906 году в России была отменена цензура, выходили газеты на любой вкус, а парламент был местом для дискуссий. Конечно, были проблемы, были неурядицы, были серьёзные отставания по ряду общемировых показателей. Но все эти вопросы решались. Не так скоро, как хотелось, но с хорошим поступательным темпом. Поэтому Столыпин и сказал свои знаменитые слова «Дайте государству 20 лет покоя внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России». Так куда же всё это делось? Где 600 миллионов жителей, обещанных Менделеевым? Где твёрдая валюта? Где передовое положение в мировой экономике? Православие опять виновата? А ответ мы с вами знаем. И, подозреваю, знают его и те, кто сегодня на голубом глазу винят во всём веру народа. В 1917 году в России путём государственного переворота к власти пришли те самые атеисты, что и выдвигают данный тезис. Пришли и разрушили всё, что создавалось многонациональной религиозной страной на протяжении многих веков. И другим православным народам, которые оказались в этом атеистическом лагере под властью большевиков, так же досталось. И болгарам, и сербам, и румынам, и грузинам, и всем остальным. И вера тут ни при чём. А что касается Макса Вебера, то мы действительно не знаем, какое место в его теории занимало бы православие, если бы он его рассматривал. Но мы знаем подробности одного интересного разговора, который состоялся в 1918 году за столиком венского кафе «Ландман». В тот день там собрались трое. Сам Макс Вебер, австрийский экономист Йозеф Шумпетер и банкир Феликс Замари, который оставил нам подробности этой встречи. Шумпетер, будучи идейным врагом коммунизма, сказал тогда, что в России произошла революция, и эта несчастная страна стала чем-то наподобие лаборатории, в которой происходит грандиозный социальный эксперимент. И нам остаётся только молча наблюдать, чем всё это закончится. На что Вебер, в свою очередь, ответил. Россия, по его словам, настолько динамично развивающаяся держава, что эта социалистическая лаборатория оставит в ней после себя только горы трупов. Так что это ещё вопрос, что на самом деле является величайшей трагедией России. Православие, принятое князем Владимиром из процветающей Византии, создавшее величайшую культуру, литературу, поэзию, дух народа и даже экономический подъём. Или безбожники, которые отбросили страну далеко назад, подорвав своим экспериментом немыслимые людские и духовные ресурсы. Я согласен, что Владимир Познер, как мыслитель, как журналист, как атеист, в конце концов, имеет право на свой взгляд. Но и иной тезис, противоположный этой популярной сегодня среди либералов и атеистов, точки зрения, также может быть обоснованной альтернативой. И звучит он так. Не православие, не вера народа, не его исторический выбор является одной из величайших трагедий России, а именно атеистическое мировоззрение и безбожный тоталитаризм, превративший страну в лабораторию, из которой нам ещё долго выбираться. До свидания. И берегите себя от лёгких решений сложных вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова